Добрый день дорогие подписчики и гости этого канала. Несмотря на то, что большинство подписчиков здесь как раз таки из-за пиксель-арта, но многие также интересуются и 3D, в особенности Unity. Поэтому сегодняшнее видео будет посвящено как раз таки созданию 3D модели для движка Unity 5. Пример того, что у нас получится в этом видео, вы сейчас видите у себя на экранах. Вот такой вот простенький камешек, который мы создадим буквально за одно видео в такой программе как ZBrush. И несмотря на то, что он выглядит достаточно реалистично, у него не так много полигонов. А если быть точнее, то у него 3668 треугольников. То есть это примерно где-то 1800 полигонов. Что для Unity и вообще современных разрешений в 3D играх очень даже мало. И несмотря на то, что в этом видео мы будем создавать уже другой, второй камень, а как бы саму технологию, сам принцип останется тем же самым. Также, помимо скульптинга, в этом видео мы создадим все необходимые карты. Карта выдавливания, Displacement Map, Normal Map, собственно саму текстуру, Ambient Occlusion и Cavity Map. Что касается Specular Map, то здесь можно обойтись и без нее. Ровно как и без Gloss Map. Ну что ж, перейдем к созданию. Я открываю ZBrush и все, что мне сейчас нужно, это закрыть Lightbox и выбрать здесь сферу. Теперь я размещаю сферу. А собственно в самом документе... И перехожу в режим редактирования. Кстати, если вы новичок ZBrush и хотите изучить его более подробно, то обязательно напишите об этом в комментариях. Так как я записал уже целых 3 больших урока по ZBrush и пока не решаюсь их выкладывать. Поэтому, если вам интересно изучение ZBrush с нуля, обязательно напишите об этом в комментариях. Так, далее, перевожу эту асферу в Make Polymer 3D. Несмотря на то, что у меня как бы здесь немного свой интерфейс, который я настраивал лично под себя, в этом видео я постараюсь сделать как бы все через такие вот менюшки, чтобы было понятно даже для новичков. Сейчас я перехожу во вкладку геометрии, а ищу здесь Dynamesh и нажимаю вот эту большую кнопку. У меня она вот как раз вот здесь продублирована. Окей. И теперь у меня здесь количество вершин увеличилось до 43 тысяч. А в принципе этого вполне хватит. И к тому же я сразу поменяю материал на Matte Cup White. А мне в нем работать комфортнее, чем в этом красном. Окей. Теперь мне нужно взять кисть Move. У меня она находится здесь, но также ее можно найти и в этом стеке. Чтобы долго ее не искать, просто нажимаем кнопку M и у нас высвечиваются все кисти, название которых начинается на букву M. И если я сейчас нажму вторую клавишу V, как вот здесь вот написано, видите, у каждой кисти как бы своя горячая клавиша. Нажимаю V и выбираю вот эту вот кисть. А далее увеличиваю ее размер. Ну, так же можно и с горячими клавишами это сделать. И буду делать форму будущего камня. Я делаю дизайн камня таким, чтобы его можно было поставить в самой Юнити под разными углами. И чтобы под разными углами как бы он казался совершенно разным. То есть не было такого, что это один и тот же камень, и он просто... Видно, что он повернут просто под несколькими разными углами. Поэтому уже на этом этапе я стараюсь сделать его форму такой, чтобы при разных углах, при разных ракурсах он хоть немного был разным. Так, отлично. Теперь, чтобы не потеряться, я нажимаю здесь кнопку Floor, и у меня как бы здесь отображается сетка пола. И теперь я вот так вот поворачиваю и удерживаю ушив, чтобы привязаться к определенной оси. Отлично. То есть в основной оси, под основными углами, этот камень выглядит вот примерно так. Можно сразу включить перспективу. А теперь мне понадобится кисть Clade Build Up. Она, как всегда, здесь находится второй по счету. Либо вот здесь третий. Это одна из моих самых любимых кистей, которой я пользуюсь чаще всего. А теперь я выставляю здесь также большой размер, и сильно давя на планшет, ну, либо если вы используете кнопку мыши, то здесь уже, в принципе, без разницы. Делаю просто как бы вот такие вот грубые всякие линии. Во-первых, это как бы сгладит, точнее, наоборот, сделает эти гладкие поверхности более острыми и более такими грубыми. А во-вторых, даст простор для следующего этапа, который я уже буду делать другой кистью. А можно как выдавливать, так и наоборот вдавливать, удерживая Alt. И периодически менять размеры, чтобы получать как бы более такую интересную текстуру и вообще геометрию камня. Итак, гладких поверхностей на этом камне практически больше не осталось, по крайней мере, мне они сейчас на глаза не попадаются. И теперь уже можно приступить к следующему этапу. Но для начала, так как у меня включен Dynomish, удерживаю Ctrl, а я сделаю вот такой вот прямоугольник на пустом месте. Размер прямоугольника абсолютно не важен, а можно его сделать как меньше, так и больше. Важно, чтобы как бы вы удерживали Ctrl и сделали это на свободном месте. Так как я, если сделаю это на модели, то как бы просто вот такая вот будет маска, за пределы которой я не смогу выходить. У меня тут значительно прибавилось количество вершин до 273 тысяч, и сетка стала более плотная. А чтобы также вот смотреть сетку, я удерживаю Shift F. А теперь можно слегка сгладить, удерживая Shift, и здесь Z Intensity, то есть интенсивность кисти, я уменьшу до 32. Тогда он не будет сглаживать так сильно. Но обратите внимание, что как только я отпускаю Shift, то интенсивность падает до 20. Это интенсивность уже вот этой кисти основной, которой я рисую. То есть здесь у каждой кисти как бы свои настройки, а неизменным остается только размер. А теперь слегка сглажу все эти углы, но опять же слегка. Это нужно для того, чтобы в процессе следующего этапа, когда я начну делать из него уже именно камень, не было именно вот таких вот маленьких полигончиков, а которые остались как бы от предыдущего раза. Отлично, это уже в чем-то напоминает отдаленный камень, но тем не менее еще не все. Теперь мне понадобится кисть, которой, к сожалению, нет в этом стеке, но она есть в менюшке Lightbox. Открываю Lightbox, ищу здесь вкладку Brush, и здесь мне нужно найти папку Polish. Нажимаю на нее два раза, и здесь я выбираю Polish Heart. Некоторые выбирают в своих видео Polish Ash, либо как-то похожее по названию, но у меня такой кисти здесь нету, возможно у вас ее тоже не будет. С другой стороны, Polish Ash, скорее всего, сокращенно от Polish Heart. И ее действие, в принципе, аналогичное. Поэтому я думаю, что это одна и та же кисть. А теперь, не меняя размера, оставляя такой же вот большой, я тоже слегка нажимаю на вот эти вот разные выступы. И как бы получаю вот такие вот жесткие каменные огранки. Если я поставлю здесь интенсивность 100%, то как бы эти огранки будут намного жестче. Здесь важно менять размер, чтобы получать разную такую вот фактуру, разную геометрию. в некоторых местах можно оставлять гладкие грани, а в некоторых я как бы специально делаю поострее. Так камень будет выглядеть более настоящим. Так же можно здесь изменить Focal Shift до минус 100. Тогда это будет как бы еще жестче. Если я, наоборот, здесь прибавлю ближе к другому числу, в другую сторону, то эти огранки станут заметно мягче. Движение кистью как бы у меня сейчас достаточно хаотичное, но тем не менее я стараюсь сохранять общую форму, которую делал на предыдущем этапе. А здесь видно, что не хватает разрешения полигонов, поэтому я прибавлю, нажав Ctrl D, либо, перейдя в геометрию, нажму здесь Dwight. А теперь у меня здесь прибавилось до 1 миллиона вершин. Отлично, теперь когда камень уже хоть немного похож на камень, а можно его и сохранить. Для этого я в правой панельке Tool нажимаю Save As и сохраняю ее в формате ZTool, то есть ZTL. В некоторых случаях на этом этапе скульптинг камня уже можно закончить и приступить к переводу самой сетки из High Poly в Low Poly, чтобы потом поместить ее в движок вроде Unity или Unreal Engine. Но я не хочу на этом устанавливаться, поэтому пойду дальше. Есть такой сайт textures.com, где можно зарегистрироваться и абсолютно бесплатно скачать многие бесшовные текстуры. Да и вообще там как бы достаточно классная библиотека, как фото, так и текстур, не только для игр, но и вообще для какого-либо дизайна. В предыдущем камне я использовал вот эту текстуру, поэтому именно ее я и буду использовать сейчас. Оно для примера. Возьму, пожалуй, что-нибудь вроде такого, чтобы сделать эти действия еще раз. Значит, а вот эту текстуру я открываю в программе под названием Crazy Bump. У программы реальный срок целых 30 дней. За это время можно успеть сделать кучу таких камней. Нажимаю на вот эту кнопку, чтобы начать. И выбираю открыть фотографию из файла. И выбираю эту текстуру. Немножечко ждем. И нам предлагают выбрать один из двух вариантов нашей текстуры. В первом варианте, как бы это тоже карта высот, но только здесь она как бы оригинальная, а здесь инвертированная. То есть то, что здесь как бы находится в высоте, здесь наоборот находится в роли ямы, как бы впадины. Я думаю, что первый вариант для меня сейчас более актуален, поэтому выбираю его. И программа уже создала такое вот превью и все необходимые карты. И можно заметить, как здесь все это выглядит. Выглядит это все достаточно классно. Теперь все, что мне сейчас отсюда нужно, это открыть дисплейсмент. Поиграть здесь с настройками интенсивности. И можно теперь ее сохранять. Но я сразу сохраню как бы все карты, так как они всем не пригодятся. Отлично, все карты сохранены, теперь можно закрыть Crazy Bump. И я снова возвращаюсь обратно в ZBrush. Выбираю здесь стандартную кисть. И в третьем окошке альфа, я выбираю как бы альфа кисть, отпечаток для нашего образца. А здесь я нажимаю импорт и выбираю здесь ала, вот эту вот дисплейсмент мап. А теперь нажимаю панельку альфа и вот здесь вот видите, сбоку стрелочка появляется. Здесь тоже нажимаю и вылетает как бы такая вот менюшка. А я перетаскиваю панельку альфа за вот этот вот кружок как раз на эту панельку. А теперь во втором окошке вместо строк, а я выбираю здесь Drag Rect. А теперь если я буду проводить мышкой, то я буду как бы растягивать вот эту нашу текстуру. Далее. Здесь мне нужно слегка модифицировать эту картинку. Я нажимаю Modify. А интенсивность можно оставить неизменной, как впрочем и все, что здесь находится. Хотя, пожалуй, контраст я сделаю чуть-чуть побольше. А вот эту функцию RF, Radial Fade, я сделаю приблизительно вот так, чтобы избавиться от вот этих вот краев прямоугольных. Далее. А если я начну сейчас растягивать, то сама текстура как бы здесь достаточно такая получается клевая, но опять же видны вот эти вот маленькие полигончики. Это значит, что нам не хватает разрешения. Поэтому как бы вот такая пикселизация происходит. Поэтому здесь я нажимаю снова Divide, либо Control D. И у меня здесь уже 4 миллиона полигонов. Проверю, как будет отображаться. И все равно как бы еще не хватает. Поэтому я прибавляю еще. Итого у меня здесь сейчас 17 миллионов полигонов. Точнее вершин. Полигонов в 4 раза меньше. Но 17 миллионов вершин все равно достаточно большая цифра. И на слабых компьютерах такая моделька может не потянуться. Поэтому я сохраню как бы бэкап. И сделаю вот что. Она сейчас. Я возвращаюсь на предыдущий уровень, где у меня было всего 4 миллиона вершин. Удаляю все, что было ниже и все, что было выше. А теперь я также отключаю Dead Mesh. Он мне больше здесь не понадобится. Но мне понадобится функция ниже. Zerimesher. А здесь я ставлю значение на 1. Если сейчас сетка у нас достаточно плотная, то после Zerimesher она станет лоупольной. Однако, прежде чем ее применять, следует сделать дубликат. И дубликат именно в этом документе. Поэтому в панельке Subtool я нажимаю здесь Duplicate. Теперь у меня два этих камня. Как бы на двух разных слоях. Точнее, как бы это не совсем слои, просто как бы каждый элемент здесь отображается. Один из этих элементов останется хай поле. То есть у него будет 4 миллиона полигонов. Опять же вершин. А вот второй у нас как раз будет лоупольным. Сейчас я поставлю на паузу. И теперь у этого камушка всего лишь 3000 вершин. А сейчас он достаточно лоупольный, но еще можно сделать его меньше. А именно по разрешению сетки. Поэтому я нажимаю за ремешера еще один раз. Уже 2000 полигонов. Но мне кажется, это еще многовато. Однако, сейчас он выглядит достаточно эстетично. Поэтому я его продублирую. Продублирую. И на всякий случай пройдусь. А еще раз за ремешером. Но здесь число изменю на 0,5. А что ж, 1322 вершины. Что в полигонах еще меньше. Но чуть больше в треугольниках. Итак, что теперь дальше делать с этой моделькой. А теперь я снова открываю менюшку слева. И перетаскиваю туда Z-плагин. А здесь у меня это будет последняя строчка. UV Master. Ну я сразу перетащу сюда весь Z-плагин. А значит, что я теперь нажимаю. Я нажимаю Work on Cloud. У меня здесь как бы в софтулах пропали все модели. А так как это как бы другой инструмент считается. Другая моделька. Ну а по сути это просто клон предыдущей модели. И саму развертку я буду делать именно на нем. Чтобы не накосячить на основной модели. А теперь я нажимаю здесь Enable Control Painting. Нажимаю Protect. А теперь то, что я буду рисовать с включенным протектом, даст вот этому плагину знать, какие части должны быть сохранены, чтобы на них не отображался шов от нашей UV развертки. А сейчас я переключусь обратно на Freehand. И уберу Альфу. Все. Теперь я могу как бы спокойно здесь рисовать. И рисовать можно цветом. Любым. И чтобы не запутаться, сразу как бы нарисую таким вот зеленым. А хотя бы одну из сторон я сделаю полностью зеленой, чтобы на ней не был виден шов. Так как остальные части, где шов может быть виден, его как бы все равно можно будет спрятать. Либо как-то повернуть, либо закрыть каким-то другим объектом. Ну хотя бы, чтобы вот эта часть, допустим, она у нас была без шва на лицевой стороне. Окей. Далее здесь есть Attract. То есть то, что я здесь нарисую, даст программе знать, где предположительно должен находиться шов. А ну так как мне абсолютно все равно, где он будет находиться, то я как бы оставлю это для программы. Что ж, теперь я нажимаю Unwrap. Программа сделала как бы UV-развертку за 0,49 секунд. И давайте посмотрим, как она выглядит. Выглядит UV-карта вот так. Окей. Нажимаю On Flatten. Копию UV-с, чтобы скопировать, собственно, эту UV-карту. И перехожу обратно на свои вот эти вот три модельки. Теперь я нажимаю здесь Past UV-с. И теперь эта моделька имеет тоже UV-карту. А далее можно это наглядно посмотреть в специальном разделе UV-мап. Если мы нажмем Morph to UV, то наша программка как бы вот так вот ее нам покажет. Достаточно зрелищно и прикольно смотрится. Да уж, это затягивает. Размер карты я ставлю 2048 на 2048. Опять же, как бы более мощные компьютеры могут... Точнее, более слабые компьютеры могут не подтянуть. Поэтому можно поставить 1024 на 1024. Но так как у меня этот камень достаточно крупный, и мой компьютер все равно не подтянет 2048, я все равно ее поставлю. А как бы через попу, но все равно сделаю. Главное, чтобы результат был не через попу. Окей. Больше эта менюшка мне пока не нужна. Но теперь все, что мне нужно сделать, это снова задевайдить наш камень. А я нажимаю либо здесь Divide, либо несколько раз Control. Нажимаю до тех пор, пока у меня здесь не станет хотя бы 5 миллионов. 5 миллионов вершин будет более чем достаточно. А теперь, что мне нужно сделать. Сейчас у меня камень здесь достаточно такой вот гладкий. А в принципе, практически такой же, как он был в начале. Но это не страшно. Значит, сейчас перехожу на свой первый камень, который у нас как раз похож на камень. А перевожу его наверх с помощью вот этих стрелочек. Я как бы могу его перемещать. А важно, чтобы камень, у которого есть вот эта вся детализация, находился ниже под тем камнем, на который ее нету. То есть вот этот. Теперь, а я включаю эти две модельки. И что мне нужно сделать. А здесь есть функция Project. Я ее нажимаю. Дистанцию выставляю здесь 0,05. А чем больше как бы здесь значения, тем дольше будет проецирование. Вот поэтому как бы большие цифры здесь ставить не надо. А вот 0,05 и то, мне кажется, здесь немного большевато. А оно, в принципе, должно хватить, я думаю. Сейчас мы это и проверим. Так, здесь, в принципе, больше ничего менять не нужно. Я нажимаю Project All и ставлю на паузу. Пойду, пока я себе чайка заварю. Итак, проекция завершилась. Я тем временем успел попить компотиковым вместо чая. И чтобы вдруг что ни случилось, я сразу нажимаю Save As, чтобы сохраниться. Только, как всегда, сохраняюсь вечно не там. Так, теперь, что мы имеем? Мы имеем два камня. Первый, с которого мы начали. Такой вот похожий белый камушек, который сейчас все равно не очень похож на камень, но тем не менее скоро уже будет. И второй камушек, который имеет чуть большее количество вершин и практически аналогично выглядит. И выглядит он так, как раз-таки, благодаря вот этому инструменту проецирования. Плюс в том, что у него здесь классная сетка. И мы сейчас можем перейти с вот этого вот уровня, где у нас 5 миллионов вершин, на уровень, где у нас всего 1300 вершин. То есть вот этот лоу-поле. И все это хранится как бы в одной модельке. И теперь можно начинать веселье. Я снова здесь переключаюсь на DragRect. При этом у меня кисть остается стандартная. И выбираю альфа кисть. А теперь я просто как бы вот так вот растягиваю. Но сейчас у меня здесь ничего не происходит, потому что настройки кисти сбились после того, как я работал с UV-картой. Поэтому здесь я снова выбираю Z-Add. AddGP вообще отключаю. И теперь вот, когда я растягиваю, видно, как вот такие вот полигоны появляются. Все, что мне теперь сейчас нужно, это подобрать нормальную интенсивность для этой карты, чтобы она была, во-первых, заметна, а во-вторых, как бы не слишком сильно генитирована. Геометрию самого камня портила. И в принципе вот такой вот режим нормальный. Но белый цвет и такой материал слишком яркий, и на нем плохо чего видно, поэтому я перехожу в Matte Cup White, либо Matte Cup Grey. Но опять же, сейчас ничего не происходит. Дело в том, что при UV, когда я работал с UV-картой, этот объект уже сразу залился одним цветом, а в данном случае белым. А все, что мне сейчас нужно, это залить этот объект другим цветом. Для этого вот есть панелька Color, и здесь кнопка Fill Object. Вот, но мне нужно, во-первых, залить и материалом, то есть не просто цвет изменить, а еще и материал. И сделать чуть более темный цвет. Поехали. Отлично. Теперь он серый и имеет другой материал. Теперь я буду либо удерживать Alt, либо не удерживаю Alt, буду добавлять как бы вот такие вот текстурки. Единственный момент, я сейчас здесь отключу вообще какое-либо воздействие цветом и материалом, чтобы действовать только геометрией. И значит, сама технология будет такая. Во впадинах я буду удерживать Alt, чтобы как бы вычитать геометрию. А на выступах я не буду удерживать Alt, чтобы как бы наоборот ее наращивать. Далее. На крупных участках я сразу буду растягивать вот такие большие куски, а потом буду добавлять в них вот такие вот маленькие. Еще один момент. Я буду вращать как бы вот эти текстуры под разными углами. чтобы придать реалистичности. Аплодисменты. Редактор субтитров А.Семкин. Субтитры создавал DimaTorzok Итак, в принципе работа над этим камнем можно уже, так сказать, закончена Но у него есть геометрия, однако отсутствует сама текстура А и это нужно исправлять Для этого я отключаю альфа-канал Нажимаю здесь в текстурах Жду пока загрузится и нажимаю импорт Далее я использую те текстуры, которые я делал в начале То есть вот у меня это сама карта И собственно сама текстура Теперь я отключаю здесь Z-Add, чтобы убрать воздействие геометрии И нажимаю RGB, чтобы воздействовать именно цветом А после того, как я текстуру загрузил, то есть делал импорт А я забыл ее включить именно здесь, то есть выбрать Поэтому сейчас я это исправляю И теперь так же все растягиваю Для начала делаю такие вот большие куски Чтобы сразу залить этот камень Чтобы у него не оставалось таких вот серых частей, областей разных А чуть позже уже буду закрашивать более мелкими кусками текстуры Более детально Более детально Ну что ж, теперь камень хоть и не сильно отличается визуально Но тем не менее он уже имеет две текстуры И немного разную фактуру Можно пойти еще дальше и добавить сюда различные текстуры мха Или какой-нибудь другой зелени А добавить как бы такие вот следы от воды Чтобы он выглядел хоть немного мокрым Но это как бы уже все такая детализация С которой можно разобраться и в других видео А сейчас чтобы его не затягивать Я уже буду делать экспорт в Unity Для этого я так же открываю Z-плагин Который у меня продублирован здесь справа И выбираю здесь Multimap Exporter Здесь у меня включены все абсолютные карты Включая экспорт меш Чтобы экспортировать сразу нашу лоупольную сетку На 1300 вершин в формате OBG Что касается настроек Я здесь ставлю 2048 на 48 Болееше у меня уже тупо не подтянет машина Включая опции каждой карты У меня стоят вот такие Значит Displacement Map Здесь все вот так вот Вектор Displacement Map Здесь я вообще ничего не менял Далее Normal Map Subdiv Level ставлю здесь 1 И включаю Adaptive Это займет больше времени Но тем не менее Сама карта нормальной Получается более симпатичная Далее Ambient Occlusion Map А тоже здесь как бы ничего не менял Cavity Map И Mesh Export А здесь тоже как бы Subdiv Level выбираю 1 Чтобы он экспортировал Именно лоупольную сетку Которая у меня находится вот здесь В принципе все Здесь единственное что можно выбрать Экспортировать как В квадратах То есть в полигонах Либо в треугольниках Я выбираю пожалуй в квадратах Unity в принципе все равно В треугольнике ее потом сама переведет А значит Когда все это здесь настроено Я нажимаю Create All Maps И так же иду отдыхать минут 15-20 Пока все эти карты сохранятся Готово За 12 минут 12 секунд Все карты были Так сказать сохранены Итак друзья Вот что у нас получилось Благодаря этому уроку По той же самой схеме Я сделал оставшиеся несколько камней А и в итоге получился вот такой вот набор Который я выложил на Asset Store И постараюсь получить с него хоть немного денежек На поддержание этого канала А кстати если хотите поддержать мой канал То можете как раз таки купить этот Asset Купить его можно как в Asset Store Когда он там появится Либо у меня в группе Для всех подписчиков скидка На Asset Store данный Набор камней будет стоить примерно 2-3 доллара Но для всех своих подписчиков Я продам этот Asset всего лишь за 1 доллар Что сейчас равняется примерно 60 рублей Можно сказать отдаю практически даром Что ж если вам понравилось это видео Подписывайтесь и ставьте лайки А так же делитесь этим видео Со своими друзьями И не забывайте заходить сюда почаще Ведь видео выходит каждый день Ну а так же можете поддержать мой канал Приобретя этот набор камушков Я думаю он вам еще не раз пригодится Если вы делаете игры на Юнити Или Unreal Engine Ну а с вами был Арталаски И я не прощаюсь А приглашаю посмотреть те видео Которые вы еще не успели посмотреть До завтра Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok